Уважаемые коллеги, я уже в своей домашней студии, и мы обсуждаем артериальные гипертензии в старческом возрасте. За последние полвека отношение к гипертензии существенно изменилось. Франкенгрувельт работал очень долго с давлением выше 200, а Пол Уайт, известнейший кардиолог, тогда писал, что гипертензия может быть важным компенсаторным механизмом, и ее не стоит контролировать. В последних европейских рекомендациях отмечено, что у пациентов старше 80 лет лечение целесообразно начинать только при давлении выше 160 на 90. У американцев критерии жестче, чем в Европе. По данным крупного многолетнего исследования ХАНИС, у пациентов старше 75 лет гипертензия регистрируется почти в 80% случаев. В некоторых исследованиях была выявлена O-образная кривая, где риски возрастали при низком и высоком давлении. Однако в самом крупном исследовании, включавшем более миллиона пациентов, связь между давлением и рисками была линейной. Выявлены разные варианты возникновения гипертензии, от быстрого и стремительного до очень медленного прогрессирующего. Оценка риска инфарктов и инсультов важна в первую очередь для первичной профилактики, когда решается вопрос о назначении статины. Что касается традиционных шкал, то они весьма ограничены. Например, СКО не может использоваться у пациентов старше 65 лет. Американская полковорт эквейшенс до 80 лет. Европейская же градация рисков, которая широко применяется в практике в России, вообще не валидизирована и вряд ли в принципе может быть использована. В надежных исследовании эффективности гипотензивной терапии у стариков очень мало. Выделяется исследование Хайфер, где при артериальном давлении исходном выше 160 мм в ступну столба. Активная гипотензивная терапия, в первую очередь с помощью эндопамида, существенно снизила сердечно-сортиби стериз. В последние годы, особенно после исследования СПРИНТ, лечения артериальной гипертензии у пациентов старческого возраста стали более активным, поскольку там было показано, что существенно снижается сердечно-сосудистые риски при интенсивном лечении. При этом, чем выше риск, тем больше польза жесткого контроля артериального давления. Вместе с тем, стремясь снизить риски, не следует забывать, что у пожилых пациентов может увеличиться частота артестатической гипотензии, падение переломов. Многие испытывают сильный дискомфорт, когда снижают артериальное давление. Проблему представляет увеличение количества и дозы медикаментозных препаратов. Так, в одном из исследований домов престарелых, когда стремились активно снизить артериальное давление несколькими препаратами до уровня 130 мм в ступну столба и ниже, выявлено было увеличение смертности. Ортостатическая гипотензия тесно коррелирует со смертностью. Снижение познавательных возможностей у лиц старческого возраста является серьезной проблемой. Поэтому активное лечение, особенно в молодом возрасте, позволяет снизить риск сосудистых заболеваний и сосудистой деменции. В то же время интенсивная терапия по сравнению с обычной не повлияла на частоту деменции. Роль гипертензии в деменции после 75 лет невелика. Интересно отметить, что перед уходом в мир иной за несколько месяцев и лет артериальное давление снижает. Важное значение в контроле артериальной гипертензии придают ограничению соли. Часто используется диета ДАШ или Средиземноморская со сниженным содержанием соленых продуктов. У большинства пациентов аспирин неэффективен для профилактики атеросклеротических заболеваний. Следует отметить, что вторичный подъем артериального давления, связанный с другими заболеваниями или эмоциональным состоянием, нередко приводит к избыточному назначению препаратов и, соответственно, могут возрастать риски. Нередко артериальное давление существенно возрастает утром, когда пробуждается организм или когда заканчивается действие препарата, принятого утром. Поэтому обращаю внимание на это исследование, где показано, что вечерний прием может улучшить сердце асоциалистов. Важно снизить давление и не столь принципиально, каким препаратом вы это делаете. Хочу обратить внимание, что в ряде исследований было показано, что тиозиды лучше предупреждали общую и сердечно-сосудистую смертность, хотя в широкой практике у нас нередко эти препараты игнорируются. Серьезной проблемой является приверженность к лечению, поскольку старые люди принимают часто много препаратов, связанных с диабетом, с болями, с аденомой простатой и другими заболеваниями. Поэтому комбинированные препараты однократного приема существенно повышают приверженность. Особое внимание хотел бы обратить на ведение острых подъемов артериального давления. Нередко существует необоснованное предположение, что острый подъем должен обязательно закончиться инфарктом или инсультом. Надо сказать, что чаще всего мы встречаемся с подъемом давления малосимптомным или бессимптомным, который вызван в высшей степени тревогой или приходящими причинами. С другой стороны, быстрое снижение давления часто бывает хуже, чем сохранение его или использование обычной дозы препаратов. В старых исследованиях было показано, что быстрое снижение артериального давления, а тогда широко использовался короткодействующий нефидепин, может привести к инфарктам и инсультам. Каптаприл тоже достаточно быстро снижает артериальное давление, хотя и несколько медленнее, чем нефидепин. Важно отметить существенную вариабельность реакции пациентов на гипотензивный препарат от резкого коллапса до порой повышения парадоксального артериального давления. Если нет крайней жизнеугрожающей ситуации, например, расслоения орты или отека легкого, то целесообразно использовать медленнодействующие препараты, либо те, которые пациент обычно принимает, либо можно использовать амлодипин в дозе 5 или 10 мг. Ну вот, лекция подошла к концу. Надо сказать, что подготовка ее занимает гораздо больше времени, чем обычная лекция. Но ситуация требует, и мы будем готовиться к следующей нашей встрече.